Изучением истории Ленинского района Ирина Куликова занимается не первый год. Благодаря дочери, которая работает в библиотеке, она много времени проводит за чтением книг. Будучи видновчанкой с более чем 30-летним стажем, ей самой есть о чем поведать землякам. Поэтому, когда женщина узнала о конкурсе Азбука Видновского края, она непременно решила в нем участвовать. Одна из ее работ посвящена архитектору Борису Ефимовичу. Откуда возникла историческая часть города, что это, в общем-то, оказывается, он ездил в Прибалтику, вот именно ему понравились там постройки именно такого типа, которые создают и микроклимат в городе, и ощущение такой единой семьи горожан. И поэтому вот с этой позиции и была выбрана именно такой тип застройки нашего города. Конкурс Азбука Видновского края стартовал в сентябре прошлого года. А началось все с того, что Ленинская районная библиотека попала в десятку пилотных по областной программе перезагрузки библиотечной системы. Руководителям учреждений необходимо было предоставить креативные проекты. Так и родилась идея создания конкурса. Электронный ресурс о достопримечательностях, о знаменитых, значимых людях нашего края, который был бы реализован в такой интересной форме, в форме Азбука. И вот мы решили, что одна составляющая этого конкурса будет конкурс литературных работ под девизом, автором может стать каждый. А вторая у нас часть конкурса получилась, что войдет в Азбуку, решать вам. И мы решили провести опросы населения. В опросе уже приняли участие более двух тысяч человек. Еженедельно выявляется топ-20 мест и личностей. На сегодняшний день бесспорно лидирует усадьба Суханова. Литературных работ на конкурс прислали около ста. Лучшие будут отмечены жюри, а их авторы награждены 9 сентября во время проведения Дня города. К нам обращаются очень много сейчас из тех же новых микрорайонов. И даже молодежь наши, школьники по школьной программе, узнать в честь кого названа Таллина улица. Того же Гаевского, Лемешко, почему и как. И вот чтобы не открывать наш видновский край книгу, это все-таки будет более компактная и более доступная. Народная азбука видновского края будет составлена к декабрю этого года. В электронном виде все желающие смогут с ней ознакомиться. Юлия Погосян, Михаил Решетов, Ольга Садовская, Видное ТВ.